на портал экзегет поступил вопрос сомневаюсь спасение видя что грехи побеждают несмотря на то что я с ними борюсь знаете это субъективное ваше мнение потому что например люди как священника знаю достаточно грешные даже по многими внешним показателям приходят там ко мне на испыть я спрашиваю какие ваши грехи а у меня нет грехов ага то что пришли ну не знаю потянуло то есть его душа чувствует где может быть спасение таком тунетином уровне а озвучить ничего не может ну вот ну там может ссориться с кем-то да нет конечно он ссорится с кем-то не может человек прожить стоп 40-50 лет не с кем не поссориться на тот чем святой тогда бунт винтия был бы какими там это но я к нему ходил таскать за благословением как будто их старцем чек обычным с обычной такой жизнью то есть но когда человек воцерковляется чуть видеть свои грехи и мне некоторые люди говорили вот я в церковь не ходил грехов то особо не мурача церковь пришел одни грехи без просто таких ходил грехов не видела таких страдал конечно не всякого сомнения это было там два развода три реанимации там еще что-то там на такой трюль конечно но ты просто не понимаешь этот грехов там ходил другие причины а вот сейчас ты эти грехи видишь к и конечно субъективно то я ни грехи не видел и мне было там ну ничего нормально там там выпил закусил все хорошо а тут вдруг тут грех греш исчез человек переживать от грехов своих не кается то есть совсем другая такое вот само ощущение но со стороны видно что человек вот будучи безгрешным очень сильно там там запой уходил там еще что-то еще что-то там разводился там очень как тоном а вот здесь он да он вроде субъективность строительство грехов, но у него глаза очищаются, у него взгляд стал светлым, у него в душе радость появилась. На фоне вот этого переживания грехов у него появилась радость. Поэтому, когда мы в своих грехах каемся, надо верить, что Бог нас спасёт и спасает за наше покаяние. Нельзя каяться просто в грехах не перед Богом. Вот Иуда не перед Богом покаялся в своих грехах. Он что сказал? Предал кровь неповинную, бросил 30 серебряников, ну, бросил, как покаялся, даже отдал плату, да, и пошёл удавился. Вот это покаяние без Бога и не перед Богом. А апостол Павел, который Христа лично, конечно, не мог предать, он его не знал, но зато он способствовал уничтожению многих христиан, и даже настолько был ревностный гонитель, что пошёл, как известно, в Дамаск за христианами, чтобы их приворочь в Иерусалим и там как-то, может быть, уничтожить. Вот он, помня это, каясь всю жизнь в своих грехах, и в том числе в этом грехе, он верил в Бога, и он очень много сделал. Поэтому покаяние истинное, оно не раздавливает человека и не может раздавить, если человек кается перед Богом. Вот Павел сказал, что я был изверг рода человеческого, а потом сказал, я сделаю больше, чем другие апостолы, и то, и другое правда. И, кстати, второе было не холостовство, а констатация факта. И вот поэтому, если мы каяемся перед Богом, Бог нас, нашим покаянием, поддерживает и даёт радость. Кстати, вот когда у людей такой период неофитства происходит, вот это очень хорошо видно. Он плачет о своей греховности, и при этом так радуется, как никогда в жизни никогда не радовался. И одно другое не мешает. Потом, конечно, немножко посложнее, потому что Бог-то всё-таки от нас требует некой работы духовной и настоящее покаяние. И такой вот взрывной радости уже, может быть, не бывает, но она всё равно есть. Всё равно ты чувствуешь стержень и смысл жизни. А если она совсем прошла, наверное, ты перестал каяться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok